Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях девушка, которая в детстве очень любила играть в куклы, а когда повзрослела, начала создавать свои авторские – Ася Шамова. Привет, Ась! Привет! Расскажи, как тебе пришла в голову идея заниматься куклами, с чего все началось? На самом деле идеей заниматься куклами ко мне не пришла просто вот по щелчку. Она искала тропы, чтобы в голову мою прийти. Дело в том, что у меня профессиональное художественное образование, и я много лет зарабатывала на жизнь тем, что писала портреты под заказ. И случилась такая история, что я выгорела. Было очень большое количество людей, которые ко мне приходили, и у меня просто уже не хватало сил взять всех, а отказать было неудобно. Я очень устала. Я решила взять отпуск, который совпал с отпуском декретным, который немножко не отпуск. И вот в этом состоянии выгорания я искала, думаю, ну мне же нужно что-то, куда я могу уйти, что-то новое, где мне будет легче, где я не сгорю так быстро, и мне будет интересно долго этим заниматься. Мне неинтересна была какая-то быстрая история. Мне нужно было что-то, что захватит меня надолго. И у меня моя близкая подруга начала мне потихонечку подсовывать фотографии этих кукол. Говорит, смотри, как красиво, но ты же тоже так можешь. Я сначала не впечатлилась, но пошла в интернет, думала, ну надо же посмотреть, как оно все выглядит. И наткнулась на работу одной из очень известных мастеров в нашей стране. И вот именно ее работами я впечатлилась. Я думаю, ну блин, я же, наверное, тоже так могу. Я решила, что надо попробовать. Я начала все это изучать. Изучать сначала информацию бесплатную, которая была в доступе. Купила свою первую куклу. Вот примерно вот так она выглядела, вот такая же страшненькая. Вот полтора месяца мы с ней воевали. Она мне не давалась без боя, не хотела она со мной сотрудничать. Но мы в итоге договорились. Кукла получилась, я подумала, ну я хочу еще. И пошел процесс покупки инструментов, покупки обучения. И вот уже пять лет я постоянно учусь. Они называются куклой Блайз. Что такое вообще кукла Блайз? Ее основные характеристики и вообще откуда она пошла? Куколка эта заморская. Придумали ее создатели компании, которая выпускала кукол. Компания называлась Кеннер. Одна из женщин, которая там работала, придумала эту куклу и куклу сделали. Изначально придумала она ее для детей. А изюминкой куклы было то, что у этой барышни худое тело. У нас в данном случае тело подвижное. Там тело было более статичное, более тоненькое. И крупная массивная голова с большими глазами, которые переключаются. То есть кукла имеет четыре пары глаз, имеет ниточки. Но когда куклу выпустили, дети куклы не впечатлились. И ее просто раскупили какие-то вот отдельные коллекционеры. И кукла почти 28 лет пылилась на полках. Никому не была интересна. И тут одна тележурналистка, тоже импортная, увидела где-то этих кукол и впечатлилась. И решила создать рекламный ролик с куклами Блайз. Рекламный ролик, по-моему, если мне память не изменяет, был новогодний для какого-то большого торгового центра. И получилось это все настолько красиво, настолько художественно и эффектно, что люди впечатлились. Впечатлились взрослые коллекционеры. И остатки кукол, завалявшиеся на полках и выложенные на ebay, смели просто за минуту. После чего, спустя еще какое-то время, право на выпуск кукол купила компания Takara. И кукол начали выпускать снова, уже сейчас. То есть в 2001 году начался перевыпуск этих кукол. Куклы обрели огромную популярность во всем мире. Самой популярной, пожалуй, эта кукла считается в Японии. Японцы очень впечатлились, сметают выпуски кукол просто буквально за минуты. Причем сметают оригинальных и не всегда их кастомизируют. Кастомизация – это видоизменение куклы. То есть когда из вот такой вот лысой болванки создается куколка с полной одеждой, с волосиками, с разными цветами глаз. Это уже работа художников. Не все коллекционируют работы художников. Многие коллекционируют оригинальных кукол. Уточняю, то, что у нас в руках, это не оригинальная куколка. Это уже наши братья, китайцы, отлили такую же форму, которая идеально подходит для работы художников. Почему? В ней больше пластика внутри лица, чем в оригинальной кукле. С оригинальной куклой работать сложно. Когда ты делаешь ей форму лица, ты работаешь специальными инструментами, ножом, машинкой. Пластик тонкий. Нужно научиться его чувствовать. Если ты не почувствуешь, ты можешь легко пропилить дырочку и испортить панельку. Панелька пойдет на выброс. В куклах оригинальных этого пластика немного с ней работать сложно. Ее все-таки лучше хранить в оригинальном виде, такая, какая она есть. У них синтетические красивые волосики, красивые оригинальные наряды. А вот такая куколка лысенькая, она идеально подходит для кастомизации. Пластика в ней достаточно, резать ее можно более смело. Поэтому, собственно, художники ее полюбили, ну и плюс она более бюджетная. Ты говорила, что твои куклы с характером. В чем это проявляется? Каждый художник, когда делает своих кукол, они как-то его отражают. У кого-то куклы очень мягкие, нежные, спокойные. Кто-то, наоборот, любит какие-то очень яркие, кричащие оттенки, темные тона. Плюс выражение мордашек у каждого автора очень разное. И когда человек работает долго, то его работа уже видна. Потому что чаще всего куклы одного мастера чем-то между собой похожи. Думаю, что мои куклы тоже чем-то между собой похожи, но я стараюсь у всех делать абсолютно разное настроение и разное выражение мордашки. Расскажи про эту куклу. Конкретно эта кукла живет у меня дома. Это моя кукла. Я делала ее для себя. Когда я находилась в процессе обучения, я решила, что раз я мастер, мне нужна своя кукла, которая будет жить у меня. Сзади на панельке она подписана кастом номер 10. То есть это моя кукла номер 10. Живет она у меня. Делаю я ее исключительно на свой вкус. Дело в том, что я фанат всех оттенков сиреневого и фиолетового. Поэтому сама покрасила для нее красивые фиолетово-розовые волосики. Сделала фиолетовые глазки. У нее целый гардероб красивых нарядов от разных мастеров. В общем, эта кукла единственная из всех моих, которая живет у меня. Все остальные куклы от меня уезжают. Сколько по времени занимает процесс изготовления вот такой вот малышки? И что вообще сам в себя включает процесс? Какие этапы от такой болванки до такой принцессы? Процесс занимает у каждого художника разное количество времени. Но в среднем это неделя полторы. В моем случае это скорее около полутора недель. Я не люблю спешить. Я считаю, что сделанная быстрая работа – это не всегда работа, которая сделана хорошо. А хочется сделать хорошо. Мне же хочется, чтобы когда кукла уедет к коллекционеру, она как можно дольше его радовала. Это главная задача куклы – радовать человека, которому она приедет. Этап многоступенчатый. Начинается с того, что берется вот такая вот болваночка, у которой щелкаются глазки, но глаз внутри нет. Проемы глаз пустые. К ней заказываются волосики в зависимости от образа, который я задумала. Также, либо я беру из наличия какую-то одежду, которая есть у меня. У меня всегда есть запас различных нарядов. Для меня это главное вдохновение. Это волосы и наряды. Я могу разложить всю свою коробку, сидеть долго ее перебирать, пока ко мне не придет какой-то образ. Сначала вся эта красота разбирается. Тут вот есть шурупчики, все это дело разбирается. Выглядит очень криповенько изнутри все это дело. Там есть глазной механизм, который вынимается. Я создаю, ставлю ей новые глазки. Делаю ей паричок, волосики, которые прошиваются плотненько. То есть паричок не снимается. Он плотненько к ней сюда прошит и проклеен. А потом начинается самое интересное. В руки берутся ножи и машинка. Изначально, когда я начинала учиться и работать, у меня был большой-большой набор ножей. Со временем и с опытом я пришла к тому, что мне для работы нужно всего три ножа. Мне этого вполне хватает. Процесс довольно длительный. Несколько дней именно выпиливается форма лица. Потому что то, что есть на панельке, это только наметки, чтобы обозначить пропорции лица. Ни ноздрюшек, ни формы губ, фактически ничего у куклы нет. Мне все это нужно создать самой. Сделать ее или улыбающейся, или с открытым ротиком, или грустную. Пилиться это хотя бы один-два дня. Примерно делается форма. После чего начинается самый нудный и неинтересный этап работы. Это шлифовка. Потому что ножик и машинка оставляют неровные следы на панельке. Нам не нужно, чтобы эти следы были. Панелька должна быть ровная и гладкая. Поэтому берутся разной степени абразивности наждачки. И долго, иногда до 8-9 часов, обрабатывается вся поверхность. И спереди, и сзади. Чтобы она была гладенькая и чистенькая. После этой нудной и не очень приятной работы, которую не любят все мастера. Иногда мечтают нанять какого-нибудь китайца, который будет сидеть и просто вместо тебя это делать. Но приходится самим. После этого уже начинается самое интересное. Панелька покрывается лаком на спиртовой основе. И начинает твориться макияж. Это самое главное. Для этого наборы красок, пастелей, кистей. И вот у меня обычно тоже до целого дня это все занимает. Этот процесс, я считаю, самым увлекательным вообще в создании куклы. Потому что вот от этого зависит, какая она будет. Я в данном случае раскладываю вокруг себя одежду, волосы. Цветовую гамму для себя определяю. И в этой цветовой гамме уже работаю, делаю куколку. Многие мастера делают довольно универсальные лица, у которых просто можно переставить волосы, поменять одежду, и будет другая кукла. Я работаю немножко не так. То есть я выбираю конкретную гамму под конкретные волосы, под конкретные глазки, под конкретный наряд. Это будет конкретная кукла, которая не подлежит какой-либо замене ее запчастей. Она сделана только быть вот такой. И после уже процесса, когда весь макияж наш высыхает, начинается самое интересное. Узнаем, какая она будет, мы собираем куклу. Вот, дальше уже беру свои микроотверточки. Как у меня муж шутит, говорит, у тебя микроножечки, микроотверточки, микромашинки. Нормальный женский инструмент. И как ни зайдешь, жена всегда с ножом в руке. Мы поэтому не ссоримся. Муж со мной не спорит. Опасное дело. И мы уже собираем куклу и узнаем, какая она будет. Создание кукол достаточно творческий процесс. Насколько я поняла, кто эти люди, которые коллекционируют этих кукол Блайз? Это очень разные люди. В основном, в основном, кукла Блайз рассчитана на коллекционера взрослого. Кто же эти взрослые коллекционеры? Это девочки, которые выросли, но кукол не забыли. И им все равно хочется это для себя вернуть, потому что сейчас уже появилась возможность не везти маму в детский мир и сказать, мама, купи мне куклу. А взять и как взрослый человек пойти и сказать, ну я же могу разрешить себе куклу. Могу, почему нет? И люди разрешают себе куклу, и как всегда, не одну. Блайз поодиночке не селится, чаще всего это коллекция. Возраст моих коллекционеров абсолютно разный. Иногда бывает, что кукол покупают детям. Дети, как ни странно, менее заинтересованы в коллекционной кукле, возможно, потому что она не имеет таких больших игровых возможностей, такой широкой артикуляции, как, допустим, те же Барби. Это все-таки более игровой вариант кукол для детей. А коллекционер преследует задачу взять и посадить красавицу себе на полочку, красиво ее переодеть, красиво пофотографировать, взять ее с собой в путешествие и пофотографировать там. Многие куклы прекрасно путешествуют по миру, вместе со своими хозяевами привозят кучу прекрасных, замечательных карточек. То есть ими вдохновляются и художники, и фотографы, ну и простые люди, которые просто решают, что ну почему нет, я же хочу куклу, почему не купить? Одежда и аксессуары для куклы. Что ты шьешь сама или изготавливаешь, что ты берешь у других мастеров? Я не шью сама. Я умею это делать, но не люблю. Мое взаимодействие со швейной машинкой не очень приятный процесс, я решила себя не мучить. У нас есть масса прекрасных, безумно талантливых мастеров, которые шьют очень красивые кукольные наряды любого вида, цвета, фасона. Иногда в это приходят люди с профессиональным образованием, которые понимают, как сконструировать правильно любую модель и ее пошить. Иногда это просто люди, которые умеют шить, ушли в творчество и вообще выдают шедевры на гора просто. Поэтому я практически всегда взаимодействую уже с сложившимися мастерами, с которыми мы уже работаем давно. Либо я покупаю готовые изделия, которые мне приглянулось, что бывает чаще всего. Либо делаю эскиз, и мне просто по эскизу все это дело отшивают. Сама я создаю для кукол уже аксессуары, типа красивых цветочных заколок, какие-то маленькие сумочки, игрушки маленькие, которые можно дать им в руки. То есть я занимаюсь уже только какими-то мелкими дополнениями к образу. Сколько ты уже занимаешься куклами и сколько за это время изготовила? Ведь каждая из них уникальна, ты наверняка ведешь какой-то подсчет. Вот. Занимаюсь куклами я уже почти пять лет ближе к этому Новому году, как раз у меня будет ровная дата и ровный счет кукол. У меня скоро будет готова сотая кукла. Я их подсчитываю, тщательно номерую. Сзади у каждой куклы на панельке есть роспись и там же имя автора и номер. Поэтому их можно отследить и посчитать. Не скучаешь потом по своим изделиям? Бывает по-разному. Иногда бывает, что рождается кукла и ее очень тяжело отпускать, потому что она родилась по такому душевному порыву и настолько созвучна, с моим вкусом, с моим каким-то настроением, с моим душевным состоянием, что кажется, ну она же моя, она же такая родная, как ее отпустить? Но пишет тебе коллекционер и говорит, ну моя же, отдай. Ну как не отдать? Отдаешь. Спасибо огромное, Ась, что пришла к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи». Я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин